На торжественном построении первая смена юных работников. Эти ребята, в основном старшеклассники, на время займут самые разные вакансии. Будут заняты в благоустройстве дворов и парков, на сельскохозяйственных предприятиях, в торговых компаниях, рекламных агентствах, банках. Предложений от работодателей оказалось достаточно, и желающие заработать этим летом еще могут обратиться в молодежную биржу труда. К тому же самых активных участников трудового семестра еще и поощряют. Мы традиционно отмечаем лучшие предприятия, кто больше берет ребят на работу. И самих работников наших молодых ребят тоже будем отмечать, грамоты вручать. Несколько подростков устроились в городскую больницу с санитарами. Здесь ребята выполняют посильную работу, убирают палаты и процедурные, могут сопроводить больного или помочь врачу заполнить карту. Не первый год в летние каникулы Катя приходит работать в эту больницу. Вот третий год, мне уже рад, что я пришла снова, уже привычный, то есть свой человек. В прошлом году Катя проработала здесь все лето. Говорит, дома сидеть скучно, а здесь при деле. Да еще и приятный заработок, более 7 тысяч рублей в месяц. Школьница считает, такая трудовая занятость – это вроде репетиции перед началом взрослой жизни. Пробуешь то, что ждет тебя впереди, ощущаешь некую независимость. Не будешь на шее у родителей как бы сидеть, то есть у тебя самостоятельная какая-то жизнь. Ну, стремишься к этому, сама и зарабатывай. А для кого-то из ребят трудовая четверть – это не столько возможность заработать, сколько полезная практика перед выбором своей будущей профессии. Это опыт большой, так как я собираюсь уже освежить медицину, и поэтому я решила, что будет неплохо узнать, что есть что и как это вообще происходит, весь процесс. Такую смену юных работников медперсонал больницы принимает с большим энтузиазмом. Летом во время отпусков очень большая помощь от детей. Они все стараются, они очень ответственные. Что бы ни поручили, что бы ни сказали, дети с удовольствием все делают, и им повторять два раза не нужно. И у нас вот девочки, которые приходили, учились, работали санитарками, сейчас они у нас поступили медсестрами. Свои первые заработанные кровные подростки тратят по-разному. Кто-то на развлечения и покупки, другие копят на поездку, третий помогает родителям. Таким образом, устроиться на работу и заработать подросткам вполне можно. Главное – желание. Анна Золотухина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.